Мы много говорим в этой программе, в том числе о том, что россияне не слишком-то хотят, судя по всему, воевать. По крайней мере, даже за большие деньги, за большие зарплаты набираются трудно. Шойгу не может набрать столько людей, сколько нужно. Но сегодня, мы записываем эту программу в понедельник, 4 сентября, сегодня нас взялся опровергать генерал-депутат Гурулев. Он сказал, что мобилизации не будет, потому что 450 тысяч добровольцев, это столько нужно по плану, они наберут до конца года. Медведев поддакивает, что 280 тысяч уже набрали. А вот с другой стороны есть цифры. С начала мобилизации почти 3000 уголовных дел по статьям о нарушении военной службы. Собственно, это статьи за самоволку, таких статей абсолютное большинство. А еще отказ выполнять приказ и дезертирство. Например, только за 9 дней в августе только один новосибирский военный суд приговорил четверых человек к реальным срокам в колонии. Что еще интереснее, количество таких дел растет. Вот сейчас вы видели слайд медиазоны. Лавинообразно, то есть за последние несколько месяцев больше, чем за все вообще время. О чем нам это говорит, Виктор Анатольевич? Ну, ничего нового нам это не говорит. Генерал-депутат, как всегда, лжет в глаза. Дмитрий Медведев, как всегда, бредит прилюдно. А цифры неопровергаемы. Собственно говоря, генерал мог бы привезти, ведь, господи, может быть, 450 тысяч. И все это удалось набрать. До конца года удастся, говорит. До конца года. Ну, хорошо. Значит, ну, будем считать, что там 280 тысяч уже набрали. Но это огромные. Да, это уже 280 тысяч. Значит, пожалуйста, где репортажи, где, я просто предлагаю редакторам программы «Время», там, «Вести», роскошный, может быть, репортаж. Толпы у военкоматов, да? Это первая, просто первая священная война, да, добровольцы. Толпы людей, военкоматы не справляются с наплывом желающих. Освободить Украину от нацизма, да, и, в основном, защитить наших братьев. Вот это вот все. Где это все? Вместо всего этого депутат, генерал-депутат, который говорит, что все нормально. Мы, добровольцы, кругом добровольцы, мы, значит, спокойно справляемся. То есть, просто вранье. Они не утруждаются уже даже его как-то чем-то подтверждать. Его же никто не припрет к стенке. Кто про что, вшивы, про баню, я все про институты, про то, как это работает. Значит, в нормальной стране немедленно ему бы сунули микрофон в нос и сказали, а вот это, а вот это, а докажите, а подтвердите, а вот как вы прокомментируете это, это, и заставили бы его, значит, пыжиться и краснеть, мучиться, врать, попадаться. Его бы приправили к стенке. Дальше рейтинг правящей партии Саврамша идет вниз, ну и так далее. Поскольку все эти механизмы разломаны, то он может просто врать, значит, Медведев бредить. А суды сажать, значит, все занимаются своим делом. В том числе и мобилизованные, которые пытаются откосить россиянея. Просто пытаются привычно откосить. Инструментов поменять-то власть нету. На одного Карамурзу приходится, понятное дело, миллионы людей, которые просто живут и относятся к политической реальности как к погоде. Ну вот тучи ходят хмуро, вот обложило, вот дождь, надо спрятаться под козырек какой-нибудь. Да, просто надо уберечься от этой власти. Поменять власть возможности нет, от нее надо уберечься. Власть обезумела, она развязала войну, и тебя хочет, значит, туда вот в это месиво бросить, чтобы вернуть без рук, без ног. Тебе не хочется. И ты не выходишь на демонстрации чаще всего. Ты не ищешь политического лидера, который представляет твои интересы. Ты не идешь ни в СМИ, ни в суд конституционный. Ты прячешься. И миллионы людей прячутся. И зачем же было бы принимать такие жесткие законы против дезертирства, если дезертирства нет? Не бьется цифра, как говорят болтера. Не бьется. Врут они. Опять врут. И ничего нового, повторяю, но просто, когда вот так это совпадает по времени, высочайшее вранье депутатское, там, властное вранье, и вот такая реальность с уголовными делами, потому что эти тысячи дел — это реальность. И это можно предъявить. И это мы еще не всего знаем. И очень многое за кадром, поскольку, повторяю, механизмы разломаны, до нас доходит какая-то часть информации. Но этого достаточно, чтобы понять, что все нормально. Власть лжет, а население просто спасается кто как может поодиночку. Я думаю, что то, что растет количество этих дел, скорее говорит о том, наверное, еще, что не отпускают. Ну, то есть там контракт же он подписывается, условно говоря, на год, но никто не отпускает, не дается закончить этот контракт, потому что как раз и нет той ротации, про которую нам врет Гурулев, что он новеньких набрал, а он их не набрал. И, соответственно, наверное, просто люди пытаются бежать, потому что уже там не могут совсем. Ну, конечно. Ну, как после войны просто оставляли людей, да? Человека забирали в армию и не отпускали. Вот как Александр Моисеевич Володин там рассказывал мне, да? Забрили солдатика, а потом не отпустили. Ну, потому что война на пороге. Просто не отпустили и все. А куда ты пойдешь, да? Потому что военный юрист какой-нибудь есть, да? Что можно подать в суд на государство или там на министерство. Мы все про отсутствие механизмов. Да, это просто государство ведет себя как просто барин, который делает с крепостными то, что хочет. И крепостному, собственно, податься некуда, кроме как куда в бега. Альтернатива в Сибирь. Вот, собственно, мы в тради... Это, как мы называем, традиционные ценности. Вот такие традиционные ценности. Что ж, и другие традиционные ценности. Тут на 1 сентября Путин повадился к школьникам ходить. И опять сходил. И все-то про войну, все про войну. В этот раз героями его баек стали родные. Дедушка и бабушка. Мы сейчас прям меньше минутки послушаем. Шли бои и пуля. Они лежали где-то в окопах, там, жители деревни. И пуля попала немецкая в живот, и она умирала на его руках. И вы знаете, очень слова какие... Мне просто в душу запали. Он рассказывает своему сыну в письме о последних словах бабушки. Она понимала, что она уходит из жизни, и он понимал. И она ему говорит. Это он пишет сыну своему на фронт. Она деду, своему мужу, говорит. Не плачь, не расстраивай меня. Вы представляете, какая глубина отношений? Она умирает и переживает за него. За то, что он расстраивается, ну, так она и сказала, и плачет. Вы понимаете, какая глубина отношений у простых людей? Какая любовь? И... Ну, как же нам не брать с этого примера? Виктор Анатольевич, в чем брать пример? Я не очень понимаю. Слушайте, ну вы совсем не хидите меня. За что мне это? Почему я должен это слушать? Господи, боже мой. Ну ладно, работу будем считать, да. Деваться некуда. Так, помните, как у Гоголя в «Мертвых душах»? После смерти прокурора, да, одно бездушное тело, и так вдруг обнаружено, что у покойного точно была душа. Вот когда он сказал, что ему запало в душу, вот тут-то мы и обнаружили, что у этого, значит, субъекта есть душа, которая легко пережила расстрел детей в Беслане, вот это все, да, убийца 500 детей. Чему учат? Да, совершенно верно. Это призвание, вот дети, вот эти, они должны погибнуть. Они должны погибнуть и ощущать себя героями. И они должны не жалеть об этой смерти, не расстраивать оставшихся, да. Они же погибают за, и вот тут многоточие. А за что, собственно говоря? Повторяю, да, это вопрос не только цены, но и предмета, за который, да. За что погибают? За что погибали люди в Великой Отечественной? За что шли, да, на смерть, поднимались в атаку? Можно себе представить, не все одинаково поднимались. Тех, кто погибли, считаю, храбрее, писал Пожинян. Да, и не все поднимались одинаково бодро в эту атаку. Да, и многие благополучно пережидали как-нибудь, да, и так далее. Но было понятно, за что, по крайней мере. Здесь за что? И никто ведь не спросит, Владимир Владимирович, а какого хрена погибать сегодня? Зачем этим детям? Может, у них есть другие планы на жизнь? Может, у их родителей есть какие-то другие планы на этих детей? Из-за кем не надо учить, это мы уже поняли. Пушкина, Лермонтова читать не надо, да, Мединского надо читать. Все это для того, чтобы у них не возникало мысли о том, что высшая ценность – свобода и достоинство и жизни человека. И что никакая идеология, никакого государства не стоит ни с чего, если, да, если уничтожаются люди. Никакая идеология не стоит жизни человеческой. Про слезинку ребенка им тоже не надо. Они должны радостно, научиться радостно уходить из жизни и чувствовать свой жизненный долг, так сказать, предназначение исполненным, если они погибнут, погибнут за этого упыря, за его право вот унести эту ботву, сидеть, да, с золотым ёршиком на этом золотом унитазе и не уходить от власти, потому что ему уже некуда деваться, он преступник со всех сторон, он убийца. Военный преступник, организатор заказных убийств, да, просто убийца, коррупционер уж не говорю. Вот за его право дожить свою жизнь на свободе золотым ёршиком, все эти дети должны погибнуть лет за предыдущими, да. Я уже вспоминал того мальчика, о котором я писал в 2014 году. В соседский мальчик, в соседской пятиэтажке вот с бабушкой шёл, после Крыма, да, запало в душу. Когда я писал, что ведь этот Крым, за этот Крым платить им, вот этой бабушке, этим внукам, не мне. Я тогда писал, мне в крайнем случае есть куда уехать, им некуда. Они абсолютно привязаны к этому государству, да, они зависимы абсолютно, и они вот радуются этому Крыму. А вот это было в 2014 году, а мальчик был в классе в 4-5, он как раз подоспел, чтобы ему оторвало руки-ноги в этой войне. Я не знаю, где он этот мальчик, но с большой вероятностью он в этом месе, да, с большой вероятностью он в этом месе. И вот они, вот следующее поколение уже, подрастает новое. Этим уже оторвало руки-ноги, нужно ещё. Рожайте сыновей, нужны солдаты. Потрясающее, ну, какое там, что же говорить о путинском бесстыдстве. Это уже органчик по Салтыкову-Щедрину, он уже одно и то же повторяет. Удивительно, что мы удивляемся ещё каждый раз, удивительно, что хватает эмоций его ненавидеть. Мне казалось, что уже должно как-то это всё окаменеть, как лава тысячелетней давности. А вот обнаруживается, что посмотришь так минутку и ненавидишь с новой силой. Редактор субтитров А.Семкин